После нескольких моих ночных размышлений о самой живой и действительной сущности христианства, я со дня на день начал твердо убеждаться, что вся наша современная церковно-христианская жизнь со всей своей культурой не выдерживает никакой истинно-христианской критики, потому что она представляет из себя творчество одной рефлекторной мысли, и в ней нет жизни, нет живого опыта, нет даже самой истины, той реальной истины, за которую ее выдают. Я не раз в эти ночные часы над этим задумывался. Прежде всего, мне ярко бросалось в глаза одно умственное современное книжное христианство, Начиная даже с самых определений формул христианской догматики, я стал чувствовать, что если бы пришлось религиозную жизнь переживать и переживать цельно всем своим существом, то божественную реальность, которую частично формулируют все формулы христианской догматики, то вся система современного богословия оказалась бы детским лепетом. Вот почему моя душа абсолютно не выносит книжного христианства, и сколько в нем скрывается низкой, лицемерной фальши. На мой взгляд, книжное христианство в тысячу раз хуже и вреднее самого дикого примитивного язычества. И какая громадная опасность в нем скрывается, если кто хоть маленькую дозу этого книжного христианства, яда, принял себя, он уже на всю жизнь окончательно лишается самого настоящего, подлинного христианства. Он уже не способен жить для Христа. Все, на что он способен, это лишь строить на религиозные темы в своей голове жалкие, красивые, капризные фантасмагории, что на современном языке, к стыду нашему, принято называть религиозным творчеством. О, как я ненавижу всем своим существом, ненавижу это книжное христианство. Оно представляется мне грязным, вязким, вонючим болотом. И каких-каких только нет там в этом болоте присмыкающихся гадов и всякого рода чудовищ из-за разных миазмов. Ненавистно мне это фабричное производство ученых-представителей и учителей и проповедников современной церкви. В них ни на одну йоту нет внутреннего, религиозного, живого, чистого, волевого творчества, доступного проверки опыта. Все это есть одна чистая, мертвая, ходящая схоластика. Одна дискуссия и полное отсутствие жизни, отсутствие самого внутреннего, евангельского, живого опыта, чистого, личного, религиозного подвига, религиозных переживаний. Таково наше отошедшее от настоящей живой всеобъемлющей религиозности фабрично-мертвое производство семинарий, академий и университетов. Это самое страшное отрицание действительного христианства. Я слышал, будто во время своей зимней спячки медведь все время сосет свою лапу. Так точно и наши современные представители гнижного христианства. Из рода в род, из поколения в поколение, за отсутствием своего личного внутреннего религиозного христианского опыта, один у другого крадут целые сотни томов книг, и том за томом сосут, гложут, жуют, иногда давятся этим сумбуром, иногда проглатывают, выплевывают, извергают его. И все это называется ученым культурным христианством. Те же, кто хоть десятка-два чужих книг проживал, проглотил, тот уже все проглоченное, чужое считают своим, личным религиозным творчеством. И он уже имеет право быть служителем алтаря Христова, святителем и пастырем Церкви Христовой, имеет право говорить проповеди, читать на религиозные вопросы рефераты, лекции и так далее. Хотя бы он лично сам был абсолютно чужим всякой религиозной христианской жизни. Вы все это ужасное явление в современном христианстве. О как бы я хотел, чтобы подобное фальшиво и залгавшееся христианство раз навсегда с треском и шумом исчезло с лица земли, и на смену ему воскресло живое, действительное христианство. Христианство цельной, всеобъемлющей, совершенной жизни. Христианство живого опыта, могущего всегда проверять себя исключительно духовными плодами, самими христовыми делами религиозно-евангельской жизни. Вот такое христианство я хотел бы видеть на земле. О как бы я хотел его видеть. В июне месяце, 1915 года, наши войска начали отступать с Карпат. Мимо нас потянулись длинные военные обозы, а за ними несчастные беженцы. Когда я увидел эту картину, то во мне вдруг вспыхнуло патриотическое чувство. Жаль мне стало России. Из-за этой жалости к родине я опять на почтительное расстояние отошел от моего Христа. Вскоре после этого нам пришлось оставить город Холм и переехать во Владимир-Волынск. Здесь наш госпиталь развернулся для холерных солдат. В это время солдаты мерли от холеры точно мухи. Это было в июне и в июле того же года. В эти страшные дни я опять потянулся ко Христу. Страх смерти был во мне велик. Да вместе с тем, с часа на час, росло во мне и страшное отчаяние за собственную душу. По целым ночам я бродил один по лесу, отдаваясь то молитве, то глубокому размышлению о жизни, о ее на земле ничтожестве, о смерти, о суде Христовом и так далее. Но самая главная моя мысль в то время была следующая. Почему я до сего времени не порву всякую связь с миром и раз навсегда опрометью не брошусь к ногам Христа? В самом деле, что же меня так сильно удерживает от Христа? Чего же еще хочу себе от мира сего? Почему мне решительно не сказать, Господи, отныне я Твой и только Твой, и Ты, что хочешь, то и делай со мной. Господи, если я в чем-либо на протяжении всей жизни оскорблял Тебя, Ты прости мне. Если Ты почему-либо и не простишь моего прошлого, все равно я ни на шаг не отступлю от Тебя, я буду с Тобой. Почему же мне так решительно не сказать моему Господу и не последовать самой моей жизни за Ним? Почему? Ведь, как здесь, на земле, не живи, а все равно рано или поздно, а умирать придется. От смерти ни отец, ни мать, ни друзья, ни слава, ни богатства, ни власть, ни почет, никто и ничто не избавит. Что же меня удерживает от того, чтобы я жил по учению самого Христа, и через это навсегда был бы Его верным учеником? Может быть, удерживает меня самая трудность в жизни по учению Христа? Но в чем же эта самая трудность состоит? В умерущлении своих страстей? В уничтожении своего Я? В самоотреченной добровольной любви к Богу и ближнему? Но ведь разве хуже будет для меня, когда на месте страсти, плоти и самолюбия во мне возникнут новые чувства, новые стремления, на которых будут расти плоды духовной любви? Долготерпение, смирение, кротость, сострадание, святость, радость, всепрощение, святая доверчивость, истинная надежда и самоотреченная святая преданность. Разве для меня будет хуже, когда на место моего извращенного грешного Я выступит для меня другое Я, Я Божественное, Я Самого Живого Бога? Так что же после всего удерживает меня от Христа? Может быть, наконец, инстинкт самосохранения? Но ведь во Христе только и существует одна реальная жизнь, и жизнь вечная, бессмертная. Причем же здесь инстинкт самосохранения? И вот после долгого размышления об этом я подошел к самой точной причине того, что меня удерживало от Христа. Это неуверенность в самом Христе, в том, что Он, что в Нем, что Его и что за Ним, и есть самый провал, самая смерть современного христианства. От этой ужасной неуверенности людей во Христе на протяжении многих веков веет таким ужасным холодом, что от нее замерзли и замерзают миллионы тянувшихся к Богу душ. И эта неуверенность во Христа есть родная мать современного книжного христианства. «О, это книжное христианство! Оно несравненно хуже самого ужасного язычества!» Так я часто размышлял в то время, когда жизнь моя висела на волоске, когда страшная холера беспощадно направо и налево распространяла ужасную смерть. Однажды, бродя как-то по лесу, я встретил горько плачущего солдатика. Я спросил его, о чем он плачет. Он еще сильнее стал плакать. Я заинтересовался и снова стал его спросить, рассказать мне причину его слез. Он поднялся с пня и начал читать мне письмо. «Милый наш сын Дмитрий Васильевич, еще кланяемся тебе мы, твои родители, еще кланяется тебе твой сын Петр Дмитриевич. Милый наш сын, твой брат Василий Васильевич убит. Вчера мы от его родного получили письмо». Прочитав мне свое письмо, солдатик сказал, «Вот, видишь, брата убили, а я дурной болезнью заразился. Я как узнал, что у меня дурная болезнь, то сейчас же пошел и штыком заколол свою любовницу. У нее осталось двое маленьких детей. Последний мальчик, кажется, мой. Вот я теперь, батюшка, не знаю, что мне делать. Жаль, конечно, себя, жаль брата убитого, жаль своего ребенка от этой женщины. Думаю, уж не заколоть ли мне этого своего ребенка?» Моя беседа с этим случайно выстретившимся солдатиком, навела меня опять на мысль о войне. «Боже мой!» – думал я. «Вот теперь все народы земли воюют. Десятки миллионов душ топят в их собственной крови». И для чего это? Кому эта народная бойня нужна? Сколько она приносит всяких бедствий людям? Одна страна опустошает другую. Одно государство прообращает другое. Миллионы здоровых, сильных, красивых юношей в один час превращаются в страшные валы мертвых трупов. Родители их, жены их, дети их на всю жизнь свою обречены на одни слезы, на одно жалкое несчастное существование. Кроме всего этого, война несет с собой еще более ужасное, чем на сама. Новое бедствие человечеству. Она несет страшные смертельные эпидемические болезни, ужасный экономический крах, мучительный всеистребляющий голод, мор и на этой почве возникают всякие ужасные безумные братские междоусобные кровопролития. Она несет с собой такие же страшные отрицания проклятия Бога. Несет и дикую, разнузданную безнравственность, как, например, стихийный разврат, нещадящий ни своих матерей, ни жен, ни дочерей, ни даже самых юных детей, подростков. О верности семейной жизни тут уже говорить не приходится. Не приходится говорить также и о собственности своего ближнего. Вся жизнь становится вверх дном. Размышляя об этом всем, я всем своим существом вздрагивал. Мурашки пробегали по всему моему телу. Мне было страшно. Я сел на пень. Долго я никак не мог думать. Точно столбняк, страх парализовал меня. Через несколько минут, как бы моментально, я очнулся от какого-то сна и с ужасом спросил себя. Разве я, как священнослужитель, не виновен во всех этих военных кровавых ужасах? Разве я, как свершитель тайн Христовых, не причастен к сей мировой кровопролитнейшей народной бойне? Разве вся проливаемая кровь этих несчастных воинов не будет взывать, не будет взыскана с меня, как церковного представителя? Если я действительно православный пастрец церкви и служитель алтаря Христова, то я не только не должен участвовать на войне и своими проповедями травить одних христиан на других, но из-за любви к учению Христа я должен сейчас же с глубоким чувством проповедовать мир, проповедовать братскую взаимную любовь и во всякое время быть готовым на всякие страдания, вплоть до самой смерти, за учение Господа. Ведь учение Христа есть святой вечный мир и бездонно глубинная истинная божественная любовь. Теперь же я не только замалчиваю о всенародном Христовом мире, не только не являясь Его сторонником, нет, наоборот, являясь Его ярым противником и всячески в своих кощунственных проповедях преследую Его, преследую этим Христа. О, Боже мой, до чего я дошел, до какого безумия! О, как бы теперь ко мне отнесся сам Христос, если бы здесь сейчас явился мне! Он, как подсказывает мне моя нагруженная грехами совесть, наверное, одно из двух сделал бы со мною. Из-за своей божественной любви к моей душе встал бы предо мной на колени и открыл все свои язвы и свои кровоподтеки перед моими взорами и, закрыв бы свое лицо рукою, Он со слезами начал просить и молить меня, чтобы я, как Его овца, окропленный Его кровью, вернулся бы к Нему и раз навсегда принадлежал только одному Ему. Или же наоборот, Он навеки проклял бы меня, как своего сознательного врага и мерзкого предателя. И вот перед самым страшным моментом падения на меня Его небесного проклятия Христос, наверное, сказал бы мне так, «Сын проклятия и исчадия самого ада, разве я послал тебя в мир сей за тем, чтобы ты всю свою жизнь враждовал против меня, твоего Творца? Разве я даровал тебе жизнь, чтобы ты все время своего земного существования презирал мою волю и бросал в меня, твоего Бога, грязью и лил на меня, своего Спасителя, высякие нечистоты и помои? Разве ты родился в христианстве и принял святое крещение и запечатлел себя печатью Таинства Миропомазания для того, чтобы так нагло и цинично смеяться и издеваться надо мною? С самой христианской религией, разве ты, находясь в моей церкви, с самого юного возраста, питался мою плотью и кровью лишь для того, чтобы впоследствии быть моим палачом и проливать мою кровь и терзать мою плоть? Разве ты облегся в сан священства для того, чтобы, как служитель алтаря моего и вершитель моих тайн, так безжалостно и бесчеловечно в своей жизни мучить меня и всегда приговаривать меня к смертной казни? Разве я поставил тебя пастырем церкви для того, чтобы ты всю жизнь продавал меня, торговал мною, водил меня в качестве безличного раба на помощь государству, этому моему вечному врагу, и гонял моих овец на страшную военную бойню? Зачем ты мой алтарь превратил в страшную мастерскую, где из моих таинств ты выковываешь страшные орудия смерти для меня? Зачем ты своими отношениями к войне снова распинаешь меня? Зачем ты, как церковный представитель, попираешь мое евангельское учение жизни? Зачем ты больше почитаешь человеческие предания, чем мое святое Евангелие? И после всего этого он, наверное, закончил бы следующими словами «Иди от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его! Я тебя не знаю!» Ах, как это не страшно и не ужасно! А на самом деле я действительно достоин того, чтобы я был отвергнут Христом и предан Его божественному правосудию. Ведь я величайший грешник на земле. О, Господи, прости меня, прости все мои грехи, Царь мой, Христос! Молю тебя, прости все мои совершенные перед тобой преступления! Так я думал тогда. В это время солнышко уже закатывалось, начало вечереть. Только что я встал с пня и хотел был идти в госпиталь, как в это время подошел ко мне один богобоязненный врач. Увидя меня, он присел против меня. А потом минут через десять мы встали и отправились по направлению к казармам, в которых находились наши госпитали. Дорогой мы все время говорили о войне. Когда же стали подходить к казармам, врач остановился и начал с возмущением говорить следующее. Да, отец Спиридон, на самом деле, нужно только хоть на время оторваться от привычного отношения к войне и как вдруг от одного ужаса волосы на голове станут подниматься. Я никогда не могу себе представить более ужасное, более страшное, более мерзкое, бесчеловечное и отвратительное, как война. Это такое кошмарное зло, которое совершенно не вяжется не только с христианством, но и вообще с человечеством, как с разумнейшим существом, живущим культурной жизнью. В самом деле, что может быть чудовищнее, кошмарнее и глупее того, как после мирной, долголетней, прогрессивной, народной жизни, когда все время люди говорят, пишут о пользе мира, о необходимости воспитания детей в религиозном христианском духе, о просвещении, о науке, об экономичном благе человечества, о прогрессивной эволюции и даже о прокровительстве животных и так далее, потом вдруг в один злополучный день все это взрывается к облакам, опрокидывается вверх дном, и люди все разом сходят с ума, и все начинают кричать «Крови! Крови! Крови!» И вот действительно начинают грохотать пушки, слышится стрельба, и люди с собой их сторон падают десятками тысяч, в один какой-нибудь час, точно колосья под рукой жнеца, образуют целые горы трупов на земле. Страшно! В это время один против других люди звереют, одни у других насильно грабят имущество, насилуют матерей, жен, сестер, дочерей, сжигают города, сжигают села, бьют животных, истребляют на корню хлеба, повсюду слезы, рыдания, крик, отчаяние, проклятие и ужас. И вот в такое страшное время, когда вся земля орошается человеческую кровью, когда она покрывается трупами солдат, в то время никому так непростительно ни со стороны самого Бога, ни со стороны даже человеческой справедливости, как самим представителям церкви. Они являются не только в качестве равнодушных зрителей по отношению к той или другой войне, время от времени вспыхивающей на земле. Но что ужасно, они, как церковно-служители алтаря Христова, проповедники евангельского учения в массовую народную жизнь, как учение безусловного мира, вечной любви, вдохновляют и, начиная с самого Христа и, кончаясь своим церковным служением, все это с необыкновенной поспешностью в качестве жертвы с радостью приносит к ногам той же самой войны. Я сам, сын священника, учился в духовной московской семинарии, зная, что такое духовенство и как оно относится к Евангелию. Но меня больше всего удивляет то, что вообще как католическое, так и православное духовенство сознательно нравственную сторону Евангелия ни во что не ценят, а ведь это и есть самая существенная сторона учения Христова. Если бы все представители церкви хоть сколько-нибудь ценили нравственную сторону учения Христова, то война давным-давно исчезла бы с лица земли, но все они, выдающие себя за самую церковь на протяжении всей девятнадцативековой пастырской жизни, совершенно не имели ни одного церковного собора для осуждения о ценности и проведения в церковную народную жизнь нравственного учения Христа, в частности, на горной проповеди Спасителя. Были же такие церковные соборы, как об иконопоклонении, троеперстном знамении креста и так далее, но повторяю, на протяжении девятнадцати веков Церковь Христова до сего дня не слыхала ни одного соборного церковного слова от своих представителей, а самой ценности и необходимости нравственного учения Христа о жизни. Это такой величайший грех всех представителей Христовой Церкви, что они в очах небесного Бога Отца являются ничем другим, как самым острым мечом, вонзаймом безбожной рукою его церковной власти прямо в сердце самого Сына Божия. И вот этот самый ужасный грех не только лишил пастырей Церкви живой веры в христианского Бога, и не только лишил их искренней сердечной любви к Спасителю мира Христу, но что ужасно, этот грех лишил их и здравого рассудка. Он ослепил и обезумил их до того, что они во время войны сами идут впереди государства. И с крестом и Евангелием и чашей тела и крови Христа в своих руках, через свое кощунственное вдохновение войны кричат «Долой Христа с Его вечным миром и с Его страшнейшим для государства анархизмом». Нагор нагорной проповедью «Да здравствует война, да здравствует убийство, да здравствует смерть». О Боже, как это все ужасно! Прежде всего ужасно за самого Христа. Ужасно потому, что он больше всего страдает от своих же христиан и страдает далеко чувствительнее, чем от еврейского народа. Ужасно и за самую христианскую церковь, которая в лице своих представителей разменяла Христа на государственную власть мира сего, его святое Евангелие на римские языческие законы. Живое святое практическое христианство на теоретическое, книжное, языческое христианство. Нет, отец Спиридон, если бы церковное духовенство пожелало на земле мира, он бы был. Для этого только нужно побольше живой, непоколебимой веры и горячей любви ко Христу. При этих двух христианских добродетелях перед духовенством трепетали бы не только цари и владыки мира сего, но и вся вселенная подчинялась бы ему, как сынам неба. Да еще бы! На самом деле стоит только всему духовенству бросить и отвергнуть всякую дьявольскую политику и крепко-крепко взяться за святое Евангелие и всякой войне будет конец. Правда, на первых порах духовенство должно будет вынести всякого рода гонения, мучения и даже, быть может, многим из священнослужителей придется и умереть в мученической смерти за Христа. Ну что ж, без этого нельзя служить Богу. Служение Христу есть беспрерывная, самоотреченная живая жертва. Зато мученическая смерть священнослужителей за Христа, за его евангельское учение было бы самую духовную жизнью церкви и в то же время самую ужасную позорную смертью общественного государственного зла на земле. Врач окончил, я все время молчал. Его слова, но все эти представители христианской церкви, выдающие себя за самую церковь на протяжении всей девятнадцативековой пастырской жизни, совершенно не имели ни одного, ни вселенского, ни даже поместного своего церковного собора для суждения о ценности и проведения в церковную народную жизнь нравственного учения Христа, в частности на горной проповеди Спасителя, все больше и больше возмущали мое существо. Как же это так случилось? Неужели, думал я, эта нравственная сторона учения Христа сравнительно с догматической ничего не стоит? Как же на это нужно смотреть? О нагорной проповеди действительно ни одного слова не упоминается и в самом символе веры. Даже в нем говорится «верую воедину святую соборную и апостольскую церковь». Но ни слова нет о вере в учении Христа, о жизни, ни слова нет о вере в нагорную проповедь, как в безусловный вечный закон самой христианской церковной жизни, а также нет ни слова о царстве Божием, ради основания которого на земле, на нравственных богосуновных принципах Евангелия исходил Христос на землю. Если составители символа веры сочли необходимым упомянуть в этом символе о церкви, то тем более они должны были бы упомянуть и о нагорной проповеди как о самом законе жизни самой церкви. Теперь же без нагорной проповеди церковь является как будто какой-то беззаконной, и если действительно присмотреться к современной церковной христианской жизни, то на самом деле вся ее жизнь есть сплошное беззаконие. Так думал я, а самая мысль о том, что на протяжении девятнадцати вековой христианской жизни не было ни одного церковного слова от ее представителей, а самой ценности необходимости нравственного учения Евангелия о жизни неотвязчиво преследовало меня, и я смертельно страдал об этом душой. Особенно мне было больно за самого себя, за свою собственную жизнь. Тут я не раз предносил своему воображению всю историю своей жизни. Я вспоминал все свои преступления, содеянные мною от юности моей. Я вспоминал все мои грехи, совершенные мною за всю мою жизнь. И в этот момент я убедился в том, что основа всякого греха есть отсутствие богосиновнего евангельского нравственного воспитания в людях. В это время жизнь моя свисела на волоске от страшной холеры. Под страхом ли смерти или в силу греховного сознания я тут снова начал чувствовать себя опять приближающимся к своему источнику света Христу. В мрачные дни холерной смерти, когда мне на день приходилось сотнями отпевать холерных, я ни на минуты в это время не переставал думать о ничтожестве человеческой жизни. Что значит человеческая жизнь, думал я? Жизнь и смерть так близки между собой, как близнецы в утробе своей матери. Сейчас здоров, а через час становишься пищей червей, сейчас молод, силен, красив, а через минуту груда разлагающихся зловонных костей и гнилого трупного мяса. Вот лежит доктор, сраженный холерными бациллами, а вот несколько офицеров, а с ним рядом целая куча один за другим солдаты. Вычера все они были живы, занимались своими делами, говорили, рассуждали, писали письма домашним, а сейчас точно колоды лежат безмолвно и неподвижно. Воспоминается мне часто одна красивая молодая женщина, которую я в городском холерном бараке исповедовал. Я никогда не забуду, как она металась, тосковала, проклинала свою жизнь и изо всех сил рвалась ко Христу. Она говорила, Господи, Господи, прости меня, прости мне, Господи, мою жизнь, я грешница, красота меня сгубила, ах, как она меня сгубила, Господи, помилуй меня, я грешница, я умираю, а грехов-то, грехов-то у меня сколько, о, Господи, прости меня, батюшка, помолись за меня. В это время к ней принесли ее маленькую дочь, она взглянула на нее и сказала, дочь моя, если ты будешь такой же грешницей, как я, твоя мать, то погибни, я буду рада, да, я буду рада. Через несколько часов после этих отчаянных душевных мук женщина лежала уже спокойно, сраженная смертью. Воспоминается мне также одна беженка, которая лежала умершим на дороге, а около нее один другого меньше окружали ее дети, горько оплакивавшие смерть матери. Жуткие и страшные картины.